МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Беспилотники – дело серьезное. Дело, как военное говорят, очень эффективное и выгодное с точки зрения войны. Чтобы эффективно противостоять этим вооружениям, надо иметь современную систему защиты, радиоэлектронной борьбы, систему РЭП. Мы знали это давно. Это наша белорусская тема. И в Советском Союзе мы были на передовых. Поэтому мы должны и можем создавать самые современные комплексы подавления беспилотных летательных аппаратов. И не только их. Немало сделано, но еще больше предстоит сделать. Контрбатарейная борьба. Новый появился термин у нас, военных. И не только термин. Новый процесс в бою. Контрбатарейная борьба. Тебя атаковала артиллерия, так? Ты должен мгновенно обозначить координаты, откуда ты атакован, и ответить. Правильно я высказал? Вычислить координаты, атакующие артиллерии? И накрыть эту артиллерию. Делать надо быстро, но для этого надо иметь соответствующие системы. Ну и многое другое, что демонстрирует практика боя. События на Украине показали, что необходимо государству иметь очень современные средства контрбатарейной борьбы. Что такое контрбатарейная борьба? Это засечь место, откуда ведет огонь артиллерия противникой, и туда направить свой контрогонь с тем, чтобы подавить эту батарею. И на самом деле эта задача нетривиальная, достаточно сложная, потому что снаряды невелики по размеру. Можно ориентироваться на вспышку, но если орудие бьет с закрытых позиций, то на вспышку невозможно. Поэтому наиболее средством является радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. В Советском Союзе, я знаю, была такая радиолокационная станция «Зоопарк», которая позволяла засекать место, откуда ведет огонь артиллерийское орудие, и в оперативном режиме его координаты передавать своим артиллеристам с тем, чтобы они подавили. Развитие подобных систем идет, прежде всего, в сторону скорости и точности засечения, потому что есть какая-то погрешность, а иногда это может стоить жизни тем, кто работает на этих системах. Потому что радиолокационная станция сама излучается, сама является предметом нападения. Все положительные и отрицательные стороны специальная военная операция и показала. Но тот, у кого больше этих систем, более высокая точность и более высокая оперативность, тот, конечно, однозначно выигрывает. Но уже сейчас артиллерийское орудие больше 5-10 минут не может находиться на позиции после произведения выстрелов. Один, два, три, и сразу должно оперативно с этого места уходить. Либо его необходимо укрыть, либо это будет дерево-земляное укрытие, либо это будет бетонированное укрытие. Но расчет должен обязательно покинуть место, место введения огня. Значит, у американцев есть передовые системы, и мы частенько в отчетах Министерства обороны Российской Федерации видим обозначение этих американских систем. Есть подобные системы у французов, есть у шведов и так далее. Есть еще системы, их начало чуть ли не в Первом мировой войне, но система, которая по звуку определяет место выстрела. То есть для того, чтобы засекать, необходимо разнести эти звуковоловители в разные места, и на пересечении этих координат примерно там будет находиться это артиллерийское орудие. Читал я, что в этом направлении тоже ведется исследование за границей. Я думаю, что Российская Федерация работает над этим. В чем преимущество? Эта система пассивная, она ничего не излучает, и поэтому ее нельзя обнаружить противнику. Беларусь, конечно, как страна, у которой очень сильно развита радиолокационная техника, я думаю, она свою систему такую создала, просто мы, так сказать, пока этого не знаем, и думаю, что она будет на уровне лучших мировых образцов. Дальность артиллерийских систем стрельбы, особенно активно-реактивными снарядами управляя, может достигать 40 и более километров. Там есть данные, что, допустим, до 70-60 километров, и не всегда FPV-дроны имеют такую дальность. То есть это уже должен быть серьезный разведно-ударный дрон, достаточно солидных размеров, и такая машина, она достаточно легко засекается средствами ПВО, войсковыми, и может быть сбита. Но, конечно, если взять артиллерию, которая работает на дистанции 20 километров там и менее, то она, конечно, легко засекается дронами и может быть поражена как самим дроном, который находится в состоянии баражирования над вероятным местом нахождения этой системы, либо после информации разведчика ударный дрон может быть выслан, или дрон-камикадзе на эту цель. Но надо действовать оперативно, потому что действительно орудие это может быть с этого места передвинуто и замаскировано в другом месте. И еще ввиду оперативности, что долго нельзя оставаться на одной позиции, резко выросло значение самоходных артиллерийских установок, потому что буксируемые артиллерийские системы, они несколько медленно перемещаются, необходимо, значит, свести станины, подсоединить к тягачу и так далее, и так далее, и скорость перемещения гораздо меньше. Но у этих систем есть свои преимущества. Там нет сложного приборного оборудования, они устойчивы к поражению, и там главное укрыть артиллерийский расчет и боезапас. Надо сказать, что от Советского Союза Беларуси досталось очень большое наследство. Этот парк мы модернизировали, мы знаем про систему Белград, Белград-1, Белград-2. Эти системы имеют новую колесную базу в виде автомобилей МАЗ-63-17, которые позволили не только возить сами пусковые направляющие, но еще боекомплект, что позволяет отказаться от транспортно-заряжающих машин. Целая экономия получается, потому что транспортно-заряжающая машина демаскирует пусковую установку. Кроме того, больше парк машин, больше расход ГСМ, необходимо большее количество заправщиков. То есть шлейф машин. Когда такая пусковая установка на базе МАЗа, то мы экономим не только ресурс, но и скрытность повышается этой системы. И, кроме того, последние наши разработки — это ураган на базе того же МАЗа-63-17. Мы тем самым отказываемся от старого ЗИЛа-135, где был бензиновый двигатель, два бензиновых двигателя, расход сумасшедший. Кроме того, они выслужили свой физический срок, и теперь эти установки получили вторую жизнь. Проведена также модернизация СМЕРЧа. СМЕРЧ получил автоматизированную систему управления, чтобы точность огня резко повысила, ну и ряд других усовершенств. То есть Беларусь обладает мощным кулаком реактивных систем залпового огня, которые способны вести огонь не только осколочно-фугасными, но и системами, которые позволяют поражать бронетанковую технику. То есть разделяющийся боеприпас, который выбрасывает спускающиеся на парашютах ударные снаряды, которые сверху поражают в наименее защищенное место бронетанковую технику. И также можно дистанционное минирование осуществлять при помощи реактивных систем залпового огня. От беглых им не терпится вывести с арены политических действий президента Беларуси. Договорились о том, что Литва, как это было накануне, или первые дни специальной военной операции в Украине, России, инициируют в Международном суде, уголовном суде в Гааге рассмотрение вопроса белорусского. Цель – привлечь президента Беларуси к ответственности и выключить его из повестки. Как они пишут, чтобы президент Беларуси, если начнутся мирные переговоры в Украине, не смог принимать участие в этих переговорах. Они знают, что мы требуем, чтобы при заключении мирного договора в Украине были соблюдены интересы Беларуси. Там они не видят наше представительство. Во-первых, глава нашего государства, человек откровенный, и уже неоднократно мы это видели, когда информация своевременно озвученная, в том числе и по военно-политической ситуации, она позволяла предотвращать те или иные негативные сценарии. В данном случае, я думаю, это была демонстрация того, что мы, наши спецслужбы, руководство страны, прекрасно осведомлено о планах беглых и их хозяев. Президент неоднократно говорил об этом на совещаниях и силовиками, и журналистами. Да, в общем, и мы, люди, которые имеют отношение к политической информации, понимаем это. Мы таким образом продемонстрировали, что все знаем и ничего не боимся. Я бы здесь еще отметил в целом ту линию, которую Республика Беларусь сейчас выдерживает в отношении Литвы конкретно. Поскольку, с одной стороны, у нас есть стратегия, связанная с западным направлением, но коллективный запад, знаете, такое эфемерное понятие, есть США, есть Европейский союз. Но Европейский союз — это не некий монолит, как они себя пытаются представить. И все-таки страновая стратегия должна быть. Литва — очень важный для нас сосед. Сосед, который сейчас проводит враждебную политику, поддержит различные антигосударственные, антибелорусские проекты. Но стоит только сказать, что официальный офис беглых Тихановской вечерки, он находится на содержании Литвы, под их охраной. Для того, чтобы та же Тихановская куда-то выехала за пределы Литвы, ее выезды согласовывают Министерством иностранных дел, фактически это отдел Министерства иностранных дел Литвы и их спецслужб. Под кураторством британских, прежде всего, и американских разведчиков в данном случае. Была статья нашего министра иностранных дел Максима Владимировича Рыженкова, адресованная, может быть, даже не столько руководству Литвы, сколько народу Литвы, накануне выборов, которые там предстоят. Статья абсолютно реалистичная, разумная, которая предлагает проводить, если не добрососедскую политику, эту политику хотя бы в интересах экономик двух стран. Но мы при этом не собираемся идти ни на какие уступки. Мы будем отставить свои национальные интересы, и мы рассчитываем на некие шаги со стороны Литвы. И заявление президента, и такая абсолютно реалистичная статья Максима Владимировича говорит о том, что мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что, первое, литовские политики не самостоятельны, второе, они не готовы к реальной защите своих национальных интересов и приносят их в угоду своим хозяевам и собственным политическим амбициям, которые зачастую не связаны с будущим Литвы, литовского народа. Следующий момент. Мы понимаем тот раскол определенный, который есть в литовском обществе. Мы его не преувеличиваем. Но то, что элиты, так называемый эстеблишмент, оторван от граждан, от населения, мы отдаем себе в этом отчет. Следующий момент. Политика литовского руководства в отношении поддержки антибелорусских сил не встречает широкой поддержки со стороны литовского народа. И очень важный момент. Литовцы точно не хотят войны. Вот исходя из этих посылок и определяется нынешний курс в отношении нашей соседки. Хочу просто вам процитировать один документ. По данным наших спешслужб, в ходе закрытой части наших беглых переговоров в одной из стран, не называю по определенным причинам, представители Соединенных Штатов Америки озвучили следующие тезисы. С середины сентября по началу ноябра Соединенные Штаты ожидают существенную эскалацию военной обстановки как со стороны Москвы, так и со стороны Киева на фронте. Я хочу, чтобы это услышали и россияне. Мы до них не доводили пока эту информацию. Западные спецслужбы говорят о Беларуси как о возможном месте эскалации. Вроде затихся. Да, в курс зашли. Уходят, уйдут. Украинцы там не удержатся. Но это не надо американцам. Надо, чтобы война продолжалась до посреднего украинца, а еще лучше русского. Им нужна война. И эта затихся, которая наступила на фронте, им не надо. Им нужна эскалация. Поэтому говорят о Беларуси как о возможном месте эскалации ситуации. То, что мы можем знать, то, что в высоких кабинетах на Западе происходит, в том числе и в Соединенных Штатах Америки, где якобы высочайшая служба секретности и безопасности работает, и точно так же мы знаем все, что происходит в блоке НАТО, это говорит о том, что не сегодня и не сейчас эта работа началась, и что мы пожинаем плоды той плодотворной работы, которая бы производилась в предыдущие годы, когда строилась стройная система разведки и контрразведки. И, в общем, сейчас, как говорится, кадры расставлены на нужных местах, и мы оттуда получаем соответствующую информацию. То есть это плод, скажем так, 30-летнего труда. То есть есть люди, которые по идейным соображениям, которые симпатизируют нашему государству, разные есть, но то, что мы имеем соответствующую разветвленную сеть информаторов, позволяет нам быть в курсе зловещих намерений наших потенциальных противников. Вот это я могу так сказать. Что касается потенциальной угрозы для Беларуси превращения ее в очаг напряженности. Как мне представляется, здесь прослеживается замысел и американцев, и англосаксов с тем, чтобы растянуть линию боевого соприкосновения. Все-таки с Курском украинцы попали в очень глубокую яму. Он превратился в черную дыру, которая затягивает их резервы. Бросить контингенты, которые там воюют, они не могут. Но чтобы они там держались, им необходимо все время подкрепление давать. Ну а так как районы под постоянным контролем российской авиации и беспилотников, доставить туда что-нибудь без потерь? Невозможно. И значит подкрепление приходит туда с потерями 50-70%, либо вообще не приходит. Эти колонны разбиваются по мере их продвижения. Так же самое и снабжение их боеприпасами, топливом и всем. Поэтому, конечно, они хотели бы оттянуть часть российских резервов, которые работают и в Курской области, и которые наступают в Донбассе, Херсоне и Запорожской области, чтобы ослабить натиск на Украину, на украинские позиции. Поэтому они желают втянуть в Беларусь вооруженный конфликт. И так как, конечно, сухопутные силы Беларуси невелики по сравнению с потенциальным противником, то есть с Украиной, по некоторым данным, на самой линии границы 17 тысяч, а в глубине, если взять все эти линии, 100-120 тысяч. Конечно, в данном случае, если возникнет конфликт, Российская Федерация вынуждена будет перебросить значительную часть своих войск для подкрепления своего союзника. Значит, Беларусь будет сдерживать первый натиск, допустим, а Российская Федерация будет их подкреплять. И даже если это будет только ракетное нападение, все равно Российская Федерация будет вынуждена часть своих авиационных средств, средств ПВО перебросить на защиту границы Украины и Беларуси. Поэтому здесь явно прослежит. Ну и, наверное, еще шкурный интерес Зеленского. Он план победы там составлял какой-то, да, и просил под это дело, под это дело ресурсы, деньги. Очевидно, была необходимость показать боеспособность украинской армии, ее способность решать какие-то задачи, не только оборонять линию боевого соприкосновения, но и проникать на территорию союзной Российской Федерации страны. То есть показать, что они еще живы и могут трепыхаться. Несмотря на все политические вихри, которые проносились над нашей страной, белорусский народ сумел сохранить и развить свою особую идентичность. Язык, культуру имеет уникальный талант и отличается особым качеством миролюбия. Мы прошли сложный путь и достигли высоких результатов. Это должно быть объектом гордости, особенно для нашей молодежи. В содержании экспозиции не должно быть никакого националистического или уропатриотического перехлёста. В ней нужно отразить объективный взгляд на нашу историю, чтобы не только белорусы, но и другие народы могли согласиться с ее трактовкой или, во всяком случае, не могли отвергнуть и отрицать ее. Мое основное требование – изложить исторические факты максимально правдиво. Конечно, исторические музеи, я думаю, это будет самое такое... Не думаю, уверен в этом, зная проект уже, и те художественные, архитектурные разработки, которые в эти самые дни ведутся. Ведь после совещания у президента ситуация наша не остановилась, стала развиваться, и более того, это совещание придало динамики. И уже есть конкретные разработки, ведется и работа по тематике экспозиционному плану, и работают уже проектировщики. Это будет один из самых масштабных музеев на постсоветском пространстве. В плане исторической тематики, я думаю, один из лучших. Так это и планируется. Что касается его идейного наполнения, исторического наполнения, то это очередной очень важный этап в развитии государственной исторической политики. То есть я возьму только за последнее время то, что было сделано, это и год исторической памяти, создание Республиканского совета по исторической политике, ведение Дня народного единства и год народного единства, и разработка курса истории белорусской государственности. Все это вместе, это очень важные элементы формирования государственной исторической политики. Те периоды, которые были обозначены, они отражают этапы развития белорусской государственности. Мы ведем речь о первобытном периоде, когда впервые появился человек у нас. Здесь есть нам что показать посетителям музея белорусам и гостям, нашей страны, гостям нашей страны. Достаточно любопытные находки и периода каменного века, и перехода уже к железному веку, они есть на территории Беларуси. Первой стоянки человека. В общем, иногда мы сталкиваемся с тем, что почти в промышленных масштабах добывался тот же камень. То есть это не какое-то время, знаете, незабытия. Да, к сожалению, мы не знаем имен тех людей, которые проживали, но это очень важный этап формирования будущей Беларуси. Следующий период это Древнерусский. То есть мы должны подчеркнуть, что территория Беларуси входила в это уникальное культурно-политическое образование Древняя Русь. И Полоцк, наряду с Киевом и Новгородом, был одним из трех важнейших центров Древней Руси. А Полоцкое княжество и Туровское княжество сыграли особую роль в формировании традиций белорусской государственности, но не только они. Нужно говорить и о Гродненском княжестве, которое напрямую было связано с Киевом, и, допустим, Брещино, Берестейщино. Эта земля связана с Галецко-Волынским княжеством. То есть достаточно широкий вот этот аспект должен быть представлен. Следующее — это полиэтничное образование Великое княжество Литовское, но мы подчеркиваем белорусский именно вклад в это княжество, белорусскую составляющую. Хотя вот, например, на совещании у президента была любопытная дискуссия. Глава государства подчеркнул, что он читает сейчас лекции по русской истории Василия Осиповича Ключевского, и у него все-таки княжество определено как литовское. И вот была такая определенная дискуссия. Но я думаю, дискуссия может иметь место в данном случае. Другое дело, что мы отражаем свой белорусский взгляд на те события, не замалчивая и какие-то отрицательные моменты, но, безусловно, абсолютно гордясь теми достижениями, которые были сделаны. Отдельный этап вот этого периода Великого княжества — это с 1569 по 1795 год. Это Речь Посполита, время, которое уже неоднократно определялось нашими историками как этноцит. Время, когда белорусская культура, белорусский язык, старая белорусская культура, старый белорусский язык подвергались гонениям. Когда гонениям подвергалась православная религия, это период религиозных, этнических столкновений на нашей земле, социальных, ну, это период определенной, если угодно, даже деградации некоторых институтов. Но то, что касается языка и культуры, это очевидно. В докладе министра культуры, в той концепции, которая была представлена, следующий период вхождения, точнее, сам факт вхождения в Российскую империю оценен положительно, мы так и должны говорить об этом, потому что разделы Речи Посполитой дали белорусам исторический шанс. Я бы еще добавил, что победы, допустим, войск того же Александра Васильевича Суворова, они позволили белорусам вырваться из этого плена полонизации, тотальной полонизации, когда уже полностью была денационализирована шляхта, городские, городская верхушка. И откуда название пошло белорусского языка, белорусскую культуру, как мужицкого языка, мужицкой культуры, именно с 18 века, со времени Речи Посполитой. Бессловно, русские цари не ставили себе задачу белорусского национального возрождения, но их политика объективно способствовала тому, что происходило столкновение двух крупных национальных проектов, польского и русского. И вот на этом фронтире как раз-таки происходило белорусское национальное возрождение. И это надо показывать. Оно происходило в период Российской империи. И были разные течения, разные лагеря идейные. Мы иногда упускаем этот момент, а его нужно демонстрировать. Что важно. В этой концепции три польских шлихетских восстания 1794, 1830-1831 годов и 1863-1864 оценены как отрицательные, как не способствовавшие развитию Белоруссии, а которые приводили только к ненужным человеческим жертвам. Хотя, допустим, если возьмем последнее восстание, то те общественные силы, которые к нему относились отрицательно, но увидев вот такой вызов, стали продвигать как раз-таки и белорусскую культуру, появились словари белорусского на речи, как тогда говорили, стали собирать песни. Но это было не результатом этого восстания, а противодействием тех устремлений, которые тогда носили определенные польские политические силы. Война 12-го года определена как Отечественная война, это тоже очень важно. Особое внимание уделено периоду Первой мировой войны и Советский период. Советский период настолько грандиозен, настолько велик. Мне пришлось на этом совещании докладывать главе государства, что наши избиратели требуют от нас сооружения памятника советскому народу-труженику. И поэтому вот в этом советском периоде мы хотим показать тот грандиозный и трудовой подвиг, и культурный подвиг, и ратный подвиг, особенно в годы Великой Отечественной войны, который совершил советский народ на территории Беларуси. Поэтому три периода. Один — это Октябрьская революция и межвоенный период. Отдельно — это борьба белорусского народа за воссоединение в Западной Беларуси. Дальше. Мы не вычеркиваем Великую Отечественную войну, хотя есть отдельный музей. Действительно грандиозный, хороший, но для того, чтобы вся картина была целостной, Великая Отечественная война будет представлена и в историческом музее. Естественно, с акцентом на основные события того периода. Чтобы показать величие подвига советского народа, героизм и трагедию белорусов в тот период. И послевоенный период — это великое созидание, период Мазурова, Машерова, золотой век белорусской культуры, расцвет Беларусьфильма, белорусской литературы, потрясающие новые имена, новый облик белорусских городов и сел, который появился, создание индустриально-аграрной республики, одной из передовых в Советском Союзе. Вот это мы все хотим показать. И, конечно, особый акцент на современный период. Послушайте, у нас 30 лет прошло. Нам есть чем гордиться, у нас есть достижения во всех сферах. И это, безусловно, должно быть представлено в музее. Но музей — это не только само здание с экспозицией. Это весь ансамбль, который президент назвал кварталом белорусской государственности, который сейчас уже включает в себя и Дворец независимости, и площадь государственного флага, и здание Верховного суда, и музей, будущий национально-исторический музей, и парк народного единства с площадью, которая там будет находиться. Конечно, это абсолютно новый, уникальный памятник архитектуры, культурный памятник, который будет наполнен еще очень важным для нас идеологическим составляющим. Что еще принципиально? То, что по технологиям, по методикам музейной работы, которые там должны быть, должно достигаться такое эмоционально-психологическое воздействие, чтобы действительно сердце белоруса наполнялось гордостью за свою историю, а наши гости, которые приезжают, понимали вот тот исторический путь, который прошла наша страна. Мы живем в эпицентре, мы живем на перекрестке всех путей. Наша страна – это центр, географический центр Европы. И все войны, и Отечественная война 12-го года, 812-го года, вспомните, когда Наполеон рвался на восток, она прошла дважды через нашу землю, туда и обратно. И Первая мировая война превратила этот кусок земли в выжженное поле. Это 14-15-й годы, 914-15-й, сто лет тому назад. И Вторая мировая Великая Отечественная война, она началась в этом регионе. И тоже прокатились туда и обратно по Белоруссии. И ничего от нашей страны не осталось. Что история повторяется, но я хочу просто в связи с этим предупредить наших противников, наших соперников и тех, кто не понимает еще. Не надо этого делать. Это пойдет не на пользу не только региону Европы, но и всей планете. Нападение на Беларусь, запомните это, это Третья мировая война. Поэтому ни в коем случае ни украинцам, ни россиянам, они это прекрасно понимают, ни американцам, которые хотят отсидеться за океаном, этого делать нельзя. Беларусь жизненно важная страна для Российской Федерации. Представим, если войска НАТО войдут на территорию Беларуси, то от Смоленска, значит, где примерно проходят наши границы с Российской Федерацией, до Москвы 300 километров. Москва – гигантский мегаполис, где сосредоточено не только управление страной и Российской Армией, но и гигантский мегаполис с точки зрения военно-промышленного комплекса. Там находятся и научно-исследовательские институты, и многие предприятия, которые выпускают различную технику, авиационную, электронную, там массово все. Это центрально-промышленный район сердца России. Так со времен Юрия Долгорокова повелось. Если бы он знал, к чему дело приведет, он может быть куда-нибудь подальше, в Нижний Новгород или куда-нибудь еще дальше столицу. Но так уж получилось, что столица здесь. И враг все века проходил с запада на Москву через территорию Белоруссии. Значит, мы примеры эти помним, их и президент приводил. И шведы, и французы, и немцы. Вот. А сейчас ситуация еще более обострилась с точки зрения современного ракетного высокоточного оружия. Значит, если мы возьмем даже такую систему, ну, Шторм Шэдову, ну, там скорость скорости звука не достигает, но все равно там, допустим, 800 километров, 900 километров, значит, расстояние в 300 километров до центра Москвы, это будет меньше, чем за 20 минут. И сориентироваться, и привести в состояние боеготовности силы ПВО, и тем более принять решение на ответный удар. То есть, вообще, в принципе, это уже, как сказал бы Владимир Владимирович Путин, как он заявил, что, хотя это будет и не атомное нападение, но это уже надо расценивать как нападение на Российскую Федерацию при участии ядерного государства, Соединенных Штатов, Великобритании, Франции и так далее. То есть, насколько важна ответственная сейчас роль Беларуси. Поэтому, конечно, Российская Федерация всячески будет способствовать обороноспособности Беларуси. И она не заинтересована в том, чтобы сапог оккупанта пересек нашу границу. И ясно, что если будет нападение на Республику Беларусь со стороны наших потенциальных противников с любого направления, и Александр Лукашенко примет решение применить ядерное оружие, так как силы НАТО значительно превосходят нас по количеству, по некоторым вопросам в 5 раз, в 10 раз, то именно для этого и нужно ядерное оружие. Потому что для атомной бомбы безразлично, сколько человек на квадратном километре. Поэтому, конечно, Владимир Владимирович Путин даст такое согласие. У нас, насколько можно понять, алгоритм применения ядерного оружия такой. Принцип двух ключей. Значит, нужно согласие обеих главнокомандующих на то, чтобы произвести запуск этого оружия или применение с авиацией. То есть повернули два ключа, оба президента решили. Ну и понятно, что применение ядерного оружия, даже тактического, против одного из государств НАТО, в лучшем случае это будет локальный ядерный конфликт, который потом перерастет в глобальный, а потом, может быть, и сразу. Сразу он перейдет в глобальный ядерный конфликт. Впереди сложное время, политическая кампания. Вы знаете, я уже говорил об этом, электоральная кампания всегда фронт, это всегда поле боя. Не думайте, что мы тут, как некоторые говорят, мы тут зачистили все. Просто все. Сбежали, кого надо было чистить. Ну, это их право выбора, пусть сбежали, так сбежали. Но расслабляться не надо. Не надо думать, что все будет хорошо. Ситуация изменилась. Время другое. Да, у нас позиции совершенно иные у нас, у власти. Но вы же понимаете, что и по ту сторону баррикад это понимают. И коль такая ситуация, к этой ситуации они ищут ключи. Любая политическая кампания имеет несколько сценариев. И такой путь к успеху заключается в том, чтобы готовиться к худшему сценарию. И быть готовым и к лучшему. Но всегда надо ориентироваться на худший сценарий. Знаете, как президент сказал, поле боя, как на войне. Зная из истории, и зачастую уже не только из истории. Если военачальник, значит, когда ему разведка докладывает, что там возможно такие-таки сценарии, сходя даже из карты местности, возможных-возможных планов противника, он говорит, да бросьте, ребят. Я вот, знаете, думаю, будет так. Все. Скорее всего, тогда это уже большой процент проигрышей. Никогда так делать нельзя. Всегда надо учитывать самые негативные факторы. И готовить систему именно к такому сценарию. Что это дает? Во-первых, противник потенциальный. А нам противостоят очень серьезные внешние силы, не заинтересованные в мире и стабильности на территории Беларуси. Так вот, если противник потенциальный видит нашу подготовку к возможным сценариям, ну, процентов 50, что они просто не полезут. Следующий момент. Мы должны ни в коем случае не давать расслабляться всей нашей системе. Давайте скажем откровенно, что произошло. 20-й год случился во многом из-за того, что у нас была, ну, среди наших госслужащих многих, среди нашей вертикали, в общественных организациях, в СМИ, расслабленность. Зачастую расхлябанность. Неготовность к серьезным вызовам. А, уже ни одну компанию переживали, и эту переживем. И это было одной из причин того, что система, которая должна была мобилизоваться еще там весной, например, она мобилизовалась. Но это было с неким запозданием. Давайте говорить прямо. Сейчас мы не имеем права на это. Учитывая, что обстановка стала сложнее, чем она была в 20-м году. По внешнему контуру. Тогда был ковид. Сейчас у нас, кьюго от наших границ, идут боевые действия. И мы знаем, что вынашиваются планы разного рода вооруженных провокаций по белорусской границе. Поэтому никакой расхлябанности не должно быть. А мы зачастую, даже когда ездим по стране, я вот обмениваюсь и со своими коллегами-депутатами, от отдельных чиновников слышим на местах такую самоуспокоенность. Знаете, мы говорили о системе. Она в 20-м году мобилизовалась. И вот на стадии этой мобилизации, 21-й год, 22-й, посмотрите, какие у нас достижения. В работе СМИ, в идеологической работе, в партийном строительстве, в общественном, в все белорусское народное собрание. И кто-то посчитал, что после успешно проведенной кампании избирательной 24-го года можно выдохнуть и пот с лба утереть. Нет. Надо впрягаться и работать дальше. Поэтому, я думаю, слова президента и самое главное действие направлены в том числе и на это. Система вся должна быть отмобилизована. И дай бог нам, мы видим и положительные симптомы, дай бог нам эту кампанию провести мирно, спокойно. Я думаю, так и будет. Но опять-таки, это все зависит от нас. От того, как вся система обеспечения национальной безопасности, та обновленная политическая система, которую мы выстраивали после Всебелорусского народного собрания в феврале 21-го года, где была принята резолюция, фактически программа развития. Мы же очень многое выполнили. Конституцию разработали, референдум провели, приняли новые законы, сформировали парламент, местные советы, Всебелорусское народное собрание. Многое сделано. Но так уже же и это должно показать свою эффективность. Поэтому это будет экзамен, испытание для нас всех. Но я думаю, любой человек, который, у нас практически все, кто проходил экзамены, знают, что это требует мобилизации. Вот сегодня уже всем понятно, кто следит за политикой, почему нынешнее армянское руководство проводило и проводит такую политику. Они, почему я говорю сегодня, они приняли решение о проведении референдума в Армении по вступлению в Европейский Союз. Ясно, что это было давно. Я предупреждал Николу Ваевича Пашиняна о том, что ему делать это нельзя. Это было в закрытом режиме, начиная с Санкт-Петербурга, когда он только стал премьер-министром. Говорит, ты молодой человек, неопытный. У нас один такой есть на юге, вы знаете. Не торопись, поработай, посмотри вокруг, осмотрись. Ну, вы знаете, с какими идеями он пришел к власти. Я думаю, что это одно из наших глобальных стратегических преимуществ перед многими другими государствами. Потому что мы можем использовать творческий потенциал этих людей, которые к нам приехали. К нам едут во многом люди, которые желают что-то достичь. Люди высокоподготовленные, одаренные. Кроме того, они для того, чтобы здесь начать новую жизнь, прикладывают усилия, проявляют трудолюбие. И, конечно, во многом они благодарны той земле, которая их принимает. Я вот хочу сказать, я национальная чертя белорусского народа. Значит, вообще то, что человек проживает здесь, делит беды, горе и радость вместе с нами, это важнее, чем то, какой он крови. Я в свое время в молодости работал учителем сельской местности. И там у нас была семья казахов. Казах остался со временем Великой Отечественной войны, породнился, женился, у него очень красивые дети были. Вот он поехал в соседнюю деревню в магазин, и там зацепился с местными. И вот оттуда прибежал гонист, говорит, наших бьют. И представляете, ему на помощь против белорусов бросились другие белорусы, спасать этого казаха. Вот это черта белорусского народа. Понимаете, он живет так долго, он стал родным, и поэтому никто не разбирается. Казах, он свой. И в общем эта черта свойственна нашему народу. Поэтому приезжие люди легко врастают в нашу среду и относятся к Беларуси как к своей новой родине. Как к родине. Президент ведь понимает, что это сила нашей страны. Это сила наша. И кроме того, ведь он всегда говорил, что на нашей территории нам бы миллионов 30 надо населения, чтобы обустроить нашу страну еще больше. Я думаю, что этот фактор во многом, так сказать, будет способствовать, особенно в условиях нынешней ситуации в окружающих нас странах, способствовать тому, что многие люди захотят стать гражданами Беларуси, жить в Беларуси. Конечно, не все здесь останутся, но многие сделают многое для Беларуси, и она станет для них родным домом. Я прежде всего говорю про украинцев, потому что, ну, надо сказать прямо, после того, как закончится война в Украине, там мало что останется. Эту страну надо будет восстанавливать. Кто ее будет восстанавливать? Не все захотят начинать с нуля, и разбирать руины, и строить новое. Многие, я думаю, просто уедут оттуда. И, в общем, наряду с Российской Федерацией для многих украинцев такой страной для переезда будет в Беларусь. Я знаю, что эта тенденция уже давно, на юге Беларуси, где граничит Беларусь. И Украина, многие украинцы работали на белорусских предприятиях в городе Бресте, работали у нас на сельхозпредприятиях, и даже переезжали к нам. То есть они во многом решали наши трудовые проблемы, и демографическую проблему. И этот процесс может ускориться. Я думаю, что близкие по культуре, в общем-то, родные нам люди, они там через границу, значит, Украины и Беларуси, семьи разделили. Кто белорус, кто украинец, там очень трудно определить. Я думаю, что если часть этих людей к нам приедет, это будет только плюс. Мой вам совет, исходя из моего опыта, вы ни в коем случае не отрываетесь от своей земли. Вот мы видим сейчас этих беглых. Они, вон пресс-секретарь у меня, они туда ей звонят, передайте президенту, письма мне пишут, мы ошиблись хотим. Я говорю, пожалуйста, у нас комиссия, генпрокурор выставляет туда, в комиссию. Идите доказывайте. Они же вообще снимались на фоне БЧБшникова, БЧБ Флагова и прочее. А это все остается. У нас же целый архив. Ты приходишь, так, ты что там делал? Они думают, что мы не знаем, чем они занимались. Объясни, всякое бывает. Бывает же, как у нас в народе в Рашарике за ролики заскочили, и ошибся человек. Ну давай. Мы же заинтересованы в том, чтобы ты вернулся на родину. Это очень важно, и для меня лично. Но если ты виноват, ты должен ответить по закону. Иди в комиссию. Мы, вот, сто человек помиловал, подписал, три указа. Никто на меня не давил, никто меня не просил, ни с кем мы ничего не разменивали. Во-первых, часть политического стиля, характера Александра Григорьевича Лукашенко, является откровенность и искренность. Он зачастую даже на совещаниях говорит, я вот иногда откровенно скажу, потом думаю, может, и не стоило, или мне кто-то говорит. Это уже неоднократно мы слышали, но он такой человек, искренний и ответственный. И это не просто эмоциональный порыв. Это в том числе и политический метод. Метод, который позволяет добиваться политических результатов. Потому что, ну, когда ты искренне выстраиваешь линию свою, ведь люди это чувствуют. И знают в том числе твои и оппоненты, и партнеры, и те, с кем ты сидишь за столом переговоров. Потому что ведь те же зарубежные лидеры, зарубежная политика, они знают. Если Лукашенко говорит, дает оценку, значит, он так и думает. Если он так и думает, он будет так действовать. И вот эта по-хорошему предсказуемость нашей страны, она позволяет нам сформировать вот этот имидж Белоруссии абсолютно оправданно как донора мира и стабильности. Ну, а вот возьмем студенческую аудиторию. Да любой. Президент что? Выезжая к работникам сельского хозяйства, или встречаясь с рабочими на предприятии, или разговаривая с предпринимателями, или общаясь в той среде, которая, ну, может быть, не все там его сторонники где-то, да? Он что, юлит каким-то образом? Ну, сколько я вот видел, президент разговаривает, допустим, в предпринимательской среде, когда, ну, что у нас предприниматели всегда там требуют? Налоги поменьше, значит, какие-то там преференции. Президент говорит, искренне вещи, которые, наверное, им слышать неприятно зачастую. Говорит, нет, ребята, давайте вот будем все-таки действовать в интересах общества. Он говорит это, потому что он убежден, опирается на свой жизненный опыт, на свои взгляды, руководствуется собственными идеями. Идеями, которые разделяют и большинство белорусских граждан, а молодежь. Президент же опытный лектор, он по образованию преподаватель, он зачастую себя называет лектором и гордится тем, что в свое время работал в обществе знаний. И он прекрасно чувствует аудиторию. Ты придешь в студенческую аудиторию и начнешь как-то вот юлить, тут же почувствует, доверия не будет. А президенту доверяют. Я много раз видел, как студенты приходят на встречу с президентом, волнуются, конечно, глава государства. Кто-то переживает, кто-то, значит, ну где-то и с недоверием. Потому что, ну, знаю, ведь молодежь, она такая, все-таки бунтарский дух где-то есть. Президент говорит, я сам такой был, когда был студентом. А выходят все вдохновленные после встречи с главой государства. И это достигается именно вот этой особой доверительной атмосферой. Он не стремится вот быть модным, подстраиваться под молодежь. Нет. Он говорит с позиции своего поколения. Вот видите, как на это снисходительно говорит, ну вот эти гаджеты, и перечисляет, знает все, прекрасно владеет ситуацией. Он не хочет сказать, что да, я там в ваших социальных сетях сижу, я вот знаю те, кто... Он не говорит так. Он говорит, вот у меня сотовый есть, но он у адъютанта находится. Это такая специальная связь. Но то, что он делится этим частью своей жизни, может быть, даже где-то вот личной жизни, с закрытой для посторонних глаз, потому что та же, допустим, связь мобильная, как президент поддерживает вот это общение, это же интересно всем, то, что он делится. Представляете, молодой человек, первый, второй, третий, четвертый курс, магистрант, он приходит, и он первый, кто от президента слышит эти детали. А это же не то, что там сорежиссировано, он искренне с ними разговаривает. В ходе разговора возник такой вопрос, он отвечает на него. И, безусловно, эти встречи позволяют еще вот какую выполнить важную функцию. Установить преемственность между различными нашими поколениями в суверенной Беларуси. Все-таки установить диалог поколений. Когда мы говорим о народном единстве, мы часто подразумеваем там межнациональный мир, межрелигиозный, но не только это. У нас важно, чтобы был социальный мир и чтобы был вот этот поколенческий диалог с эффектом понимания. А такие встречи именно этому и способствуют. Вы знаете, для того, чтобы не попасть на какую-то провокацию, есть два правила. Во-первых, надо понимать ситуацию и предмет, а во-вторых, не надо торопиться. Если ты в политике боишься ошибиться и уже туда по уши влез, надо разбираться в этом. А где ты разбираешь чуть-чуть, допустим, я? Я тогда торможу и думаю, нет, надо не спешить. Терпение, терпение, даже если очень-очень сложное терпение, мой вам совет, никогда не спешите. Даже если касалось, ну вот время теряем, ну все, уже вот край, все равно не спешите. Сожмите зубы и терпите. Смотрите, пока вы не убедитесь в силу своего опыта и знаний, правильно вы решили поступить или нет. Надо отдать должное вот выдержке и расчетливости президента, потому что во многом наши враги рассчитывают на его эмоциональность, рассчитывают на то, что он будет предпринимать необдуманные, невзвешенные действия. Ну, он человек высокого темперамента, надо сказать, иногда резкий, но на самом деле это чисто поверхностное впечатление. Он очень расчетливый, думающий человек, который взвешивает все за и против. возможно, это следствие не только каких-то врожденных качеств, но и его богатого жизненного опыта. Вот провокация ведь Украины рассчитана на то, и с беспилотниками, и с на границе там всякие такие нехорошие вещи происходят, провокация, что в главе государства изменит выдержка, и он первым начнет какие-то враждебные действия, что дать повод и Украине, и Западу не только объявить нас агрессором, но и втянуть нас в какой-то вооруженный конфликт, который нам совершенно не нужен. Поэтому президент говорит взвешивайте, и самое главное получайте больше информации. Ведь наверное мы можем заметить, что президент очень большую роль в системе управления и силовых ветром отводит к комитету государственной безопасности. И прежде всего с точки зрения незадержания каких-то контрреволюционеров, преступников, а с точки зрения его информационной деятельности, с точки зрения того, что он приносит ему большие объемы информации, как из-за пределов нашей страны, так и внутри страны, что позволяет президенту принимать взвешенные решения. Ведь многие, так сказать, обратили внимание, что очень часто на совещаниях, при поездках в какие-то колхозы, предприятия. Президент переспрашивает вот это, какие-то там данные. Многие полагают, что это происходит от того, что президент этого вопроса не знает. На самом деле, прежде чем куда-то отправиться, он все доступные материалы по этому-то все проштудировал. И он знает, что чего стоит, как это растет и так далее. Поэтому, когда спрашивает, он проверяет этих людей на их компетентность, с которыми говорит. Ну и кроме того, хочет удостовериться, что информация, которую он обладает, она действительно достоверна. Поэтому, конечно, информация, информация и информация. И с другой стороны, значит, так как значение информации важно, очень важно, надо защищать, защищать эту информацию, что чрезвычайно трудно, в ситуации, когда многие вещи имеются в интернете, на форумах, на сайтах, вот я очень много информации подчерпываю на форумах людей, которые когда-то где-то служили, ракетчиков, артиллеристов, летчиков, очень часто они такие детали, конечно, не специалист, он их не поймет, что к чему, к какому месту прикладывать, а человек, который целенаправленно собирает информацию, делает очень большие выводы из этого, у американцев работают мощные компьютерные системы, которые сканируют интернет и по ключевым словам отбирают, отбирают нужную информацию или по нескольким ключевым словам, чтобы потом прессовать, отжимать воду и анализировать уже люди, аналитики эту информацию сканируют и уже делают рекомендации там руководства Соединенных Штат, точно так же я думаю происходит и у нас. Но вопрос защиты информации стоит сейчас очень острым. Ну и кроме того, в условиях гибридной войны информационное наступление, нападение становится одним из важнейших фактов. И поэтому ведь общение президента со студентами, с молодежью несет не только функцию подготовки этой молодежи к предстоящей электоральной компании. Это еще попытка бороться с испорченным телефоном. Потому что когда агентство ОБС одна баба сказала передает информацию и она доходит в сильно искаженном виде, то это сильно может смущать многие, как говорится, незрелые умы, склонные верить тому, что в интернете. А сейчас во времена дюпфейков, когда искусственный интеллект может приписать лицу совершенно несвойственные ему слова, это огромная угроза. Вот президент выполняет при помощи обыкновенного телевидения вот эту функцию, кроме воспитательной, информационной, он еще функцию борьбы с искажением информации, с тем, чтобы масса людей, которые наиболее подвержены влиянию интернета, получала информацию из первых рук. Поэтому, конечно, эта встреча играет очень большое значение, и когда существует какой-то информационный туман, эти встречи позволяют прокладывать дорогу. У молодежи очень часто не хватает ориентиров, им нужны авторитеты. И вот для того, чтобы авторитеты были действительно стоящие, чтобы они давали правильные курсы направления, я думаю, это совершенно правильный, верный, эффективный путь. Это твои люди, да? Да. Одеты красивые курсы. Основатель хозяйства Александр Осич, мой папа. 27 лет назад началось все. Ну, есть что-то, что-то общая улыбка. Здравствуйте. Спасибо тебе за сына. Самое главное, я сегодня подумаю, во сне Малиновского увидел, в Шковском районе. Собирался сюда. Самое главное для него проблема, он говорит, вот я уйду, а кому? А у него младший сын как раз с ним занимается. Он очень верующие люди. Ну, младший сын будет этим заниматься. Очень успешный фермер, он занимается в основном земледельческими, неплодовощными продуктами, рапсово сделает хорошо, картошку, склады построил сам. успешный фермер. Поэтому ему повезло, что есть Игорь у него. Спасибо. А так вкладываешься, вкладываешься, а кому? Молодежь у нас хорошая. Ну, молодежь наша хорошая, но работать-то не очень хотят, особенно на земле. Поэтому тебе повезло. Я еще молодой, но мне еще пахать можно. Этими будем заниматься. Спасибо, Игорь. Ну, мне кажется, это вполне естественно, что человек должен быть профессионалом. Профессионал в своем деле. Чтобы быть профессионалом, надо знать то, чем ты занимаешься. Большинство профессий, да все практически требуют очень серьезной проработки, опыта, многолетнего зачастую опыта, чтобы стать мастером. Красивое слово «мастер». Чтобы стать мастером, нам нужно этим заниматься. И тогда порядок в обществе. И, в общем-то, президент это говорит на основании своего опыта, жизненного опыта, если угодно, даже просто. Поэтому это вполне естественно. Человек же даже вот с позиции житейской мудрости, а Александр Лукашенко всегда, он же говорит, надо идти от жизни, надо вот просто порассуждать житейски, поразмышлять, а как вот это надо сделать. Ведь во многом и управление государством это как и выстраивать отношения в семье, и выстраивать отношения в коллективе, дома у себя. Ведь логика зачастую очень схожа. И это всегда было свойственно белорусам заниматься своим делом. Если угодно, это часть нашего такого национального имиджа, что белорусы знают то дело, которым они занимаются. Если мы делаем хорошие ткани, значит, вот белорусское качество, почему оно везде славится, белорусские ткани, белорусские сельхозпродукты, все это в совокупности, потому что мы занимаемся своим делом. Безусловно, преемственность поколений. Глава государства уже много об этом говорит. Когда есть устойчивость, формируются, ну, по-хорошему, трудовые династии. Мы же даже подзабыли это. Это же придает стабильность обществу. А президент хорошо помнит девяностые годы, когда там был такой термин уже подзабыто рабочая аристократия. Это те высококлассные рабочие на заводах, которые формировали династии в том числе. Это было нормально, потому что формировался значит человек, работал, вот он классный фрезеровщик, востребованный, высшего разряда, значит, и он сыну эту профессию передает. И он нормально имеет достаток. Такие у нас были примеры. И шахтеры, посмотрите, как зажиточно жили шахтеры, целые династии формировались. Там на Донбассе сейчас война идет, я вспоминаю в 80-е годы, как жил Донбасс, как богато он жил. И там эти династии формировались, в этих рабочих шахтерских поселках. И там был мир, там был достаток, там было благополучие. А в 90-е что произошло? Рабочие перестали цениться. Говорят, нет, сынок, ты иди давай, будешь вот экономистом, предпринимателем, купи-продай. И произошел этот разрыв. И ровно тоже стали в начале 90-х все традиционные профессии потеряли свой престиж. Учитель, преподаватель, шахтер, рабочий, все стало немодно. А вот купи-продай, вплоть до какого-то криминалитета, это всплыло, произошел разрыв поколений. И мы до сих пор, я имею в виду мы все преодолеваем последствия вот этого трагического разрыва поколений. Восстановление этой преемственности, то, на что направлена политика в Республике Беларусь, это укрепление основ общества. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова